всем привет вы на канале вышивка плюс сегодня я вам покажу посылочку из магазина мир вышивки я запускала трансляцию но трансляция постоянно прерывалась и я посмотрела ее в записи просто смотреть невозможно поэтому я переснимаю видео девчонки очень хотели разглядеть поподробнее вот эти наборчики качество трансляции получилось отвратительное я не люблю плохое качество поэтому буду перезаписывать это видео для вас по просьбам зрителей вот такие вот наборчики маленькие от фирмы жар птица я уже говорила что эти наборчики недорогие где-то 120 130 рублей но разработки просто шикарные смотрите на 14 каунте размер работы 8 на 11 сантиметров дизайнер анастасия артемьева разработать на таком маленьком размере так хорошо схему это просто мастер должен быть высокого уровня вот и если еще заменить на равномерку можно вышить эти сюжеты на прикладной на прикладных вещах можно вышить на одежде если заменить канву на водорастворимую можно вышить на пластике сделайте из них игрушки ну в общем здесь полет фантазии просто огромный а вот отдельно пластиковую канву также можно купить магазине мир вышивки есть отдельно пластиковая канва я кстати купила два листа пластиковой канвы для того чтобы маленькие дизайны вышивать как игрушки или как магнитики а вот в принципе это тоже нормальный вариант потому что отдельно игрушки магнитики на пластиковой канве дорогие а если покупать вот такие вот сюжетики и отдельно покупать пластиковую канву то там в принципе выходит дешевле а вот можно использовать просто вот эти схемки вот такие маленькие сюжетики я дарю я всегда их заказываю если делаю большой заказ всегда у меня там парочку таких вот маленьких дизайнов а если вы еще ни разу не делали заказ в магазине мир вышивки можете воспользоваться моим промокодом инесса который даст вам десятипроцентную скидку на ваш первый заказ промокод и ссылочка для перехода в магазин есть под каждым моим видео под трансляцией в общем ее найти легко можете открыть инфобокс и там будут ссылки и вся нужная информация вот такой наборчик от фирмы овен на пластиковый конве двухсторонний вообще в этот раз у меня три набора от фирмы овен вот эту елочку уже я заказываю третий раз в разных магазинах ну потому что я ее дарю но для себя тоже я хочу эту елочку а я уже вам показывала в трансляции открывала здесь в комплекте есть бисер бисер чешский очень красиво все это смотрится на пластиковый конвей и также я открывала эти наборы и показывала здесь магнит не просто маленький магнитик а большой магнит который вырезается по размеру то есть на обратную сторону фетр не нужен я конечно же заказала фетр ну помните да у меня была два дня назад трансляция и разные фетры я купила зеленого я очень много купила а желтый и красный не нашла и захожу сегодня магазин мир вышивки а там красный желтый фетр поступил по 26 рублей девочки всего по 26 рублей размер а4 у нас в магазине он по 40 на алиэкспресс я заказала по 40 рублей и вдруг вижу 26 рублей на мире вышивки это без учета скидок вчера кстати день рождения магазина был 9 лет и 9 процентов была скидка представляете 9 процентов в магазине была скидка и 10 процентов плюс по моему промокоду то есть на первый свой заказ вы можете попасть сразу на 19 процентную скидку ну естественно там я себе еще кое-что присмотрела когда такие большие скидки я не могу пройти мимо вот такой мышоночек классный вот такой мышонок хоть и говорят что это год крысы нужно вышивать крыс а не мышей ну пусть это будет маленький крысеныш у крыс тоже бывают дети хотя у мышки круглые ушки а у крысы по моему остренькие но неважно мне я кстати я не поклонник гороскопов и тем более я не слежу какой год год кого ну вот просто нравится мне мышка купила нравится петух купила но не знаю я не придаю этому особый смысл так же как и набора хэллоуин который я вышиваю никакого смысла особого я тоже не придавал не придаю ну тыквы и тыквы но фонарик из тыквы ну то есть как бы нет никакой у меня ведьмочка ну это сказки у нас наших сказках тоже есть баба яга который летает на метле ну то есть я не вникаю прям так глубоко в этот смысл мне он совершенно не важен вот такой прекрасный просто мышонок и денежный мешок ну вот и значит его нужно вышивать на желание например кто хочет кто в следующем году хочет хорошо зарабатывать вышиваем мышонка в общем я сейчас вышиваю наборы хэллоуин я их буду продолжать пока не вышью даже если закончится у юлии лишенко сп 15 ноября закончится я все равно буду продолжать вышивать пока не вышью и там уже будет новый год там я уже планирую новогодние сюжеты вышивать буду вышивать пряничные домики от фирмы овен и фирма жар птица и сравню также буду вышивать елочку от овен и жар птица тоже сравню в общем я хочу провести сравнительный анализ хотя чисто визуально я уже вижу что наборы овен намного лучше укомплектованы чем жар птица мне у них больше нравится схема у них в наборе есть иголочка в наборе часто используется чешский бисер а по цене они не дороже то есть цена где-то примерно такая же здесь пластиковая канва также и ниточки пнк мы сравнивали с вами в трансляции я открывал эти и другие наборы и как раз вы могли сами посмотреть комплектацию и убедиться в том что комплектация практически одинаковая но у овна лучше схемка но мне во всяком случае больше нравится я говорю свое мнение схемка мне нравится больше и также есть иголочка не нужно искать иглу а вы знаете как оказалось для пластиковой канвы не так легко найти иглу игла должна быть не очень маленькая потому что маленькая она выпадает неудобно вышивать и в то же время не очень толстая она должна хорошо проходить в отверстие иначе у вас будут мозоли на пальцах если игла будет проходить туго поэтому на первый взгляд вроде ну подумаешь нет иголочки на самом деле это вот допустим у меня всегда запасом есть иглы но не у всех вышивальщиц есть такие огромные запасы и бежать в магазин и подбирать иголочку это тоже не вариант кстати есть еще коротенькие иголочки на пластиковый канве удобнее вышивать иглой подлиннее а ну мне так во всяком случае поэтому если у вас в запасе короткие иглы вам тоже возможно будет неудобно в общем вот такие вот нюансы такие мелочи но игла для меня очень важна и еще такой сравнительный анализ а здесь магнит на обратной стороне а полностью закрыта обратная сторона а у фирмы жар птица там идет маленький магнитик и белый фетр фетр этот мне не нравится он очень мягкий он белый он быстро запачкается он даже новый выглядит не очень красиво именно поэтому я заказала а фетр разных цветов чтобы фирму жар птица чтобы его заменять то есть здесь удобно здесь фетр не нужен и еще раз повторю такую информацию которая вам тоже пригодится я купила фоамиран хотела клеить фоамиран но вовремя меня девчонки предупредили кто работает с фоамираном что если мы приклеим фоамиран а потом приклеим магнит то этот магнит отвалится вместе с фоамираном потому что фоамиран крошится и от клея он может раскрошиться вот я сейчас вам покажу ко мне приходила в гости девочка алина подруга показывала как она плетет из бисера она делает вот такие вот магниты а вот она его делает из фоамирана и говорит что фоамиран не всегда практично нужно очень осторожно его использовать потому что вот этот магнит может отвалиться вместе с куском фоамирана если так его нечаянно как-то дернуть вот но фоамиран разный вот какой-то нормальная какой-то может вместе с этим клеем отвалиться но опять же нужно аккуратно использовать но я даю детям играть игрушки эти поэтому для меня лучше использовать фетр и приклеить магнит вот видите здесь такой крепкий магнит да а в наборах жар птицы там плоский маленький магнитик то есть если у фирмы у фирмы овен идет такой же магнит полностью на всю площадь то на в наборах жар птицы этот магнитик нужно разрезать и маленький кусочек клеить там не такой сильный вот магнит а маленький магнитик и он естественно слабый вот так что ну вроде вот такие нюансы да но для меня получается фирма овен пока пока на первом месте а жар птицы на втором другие я не сравниваю наборы пока сравниваю два этих производителя потому что последнее время я их много вышиваю так еще что хотелось бы мне показать это вот такие мандалы которые тоже приехали ко мне из магазина мир вышивки я делал заказ а там были подарки для моих подруг подарки я вам не показываю а из того заказа показываю то что предназначалось мне это на вот такие мандалы от фирмы волшебная страна в набор входит вот такая деревянная заготовка я не могла понять что это за заготовка и что там внутри но мне девочки подсказали что вот эти вот нужно открыть вот эти скобочки и там внутри магнит то есть это магниты но магнитики тут тоже слабый поэтому использовать как магнит вряд ли я это буду просто так красивый будет узор который вышивается бисером здесь полубусины используется бисер чешский ниточка иголочка ну в общем очень красивый узор я тоже не вникаю в смысл мандал что они значат мне просто нравится как узор такой ажурный красивый узор а вот и еще вот такие открыточки которые волшебная страна всегда вкладывает свои наборы у меня уже не первая такая открыточка и вот такой сюжет похожий есть у фирмы панна вот тоже такое же ведерко и вот так же там цветы вот так же розы очень нравится мне этот сюжет я тоже планирую его в свою коллекцию приобрести следующий набор это новинка новинка от фирмы riolis набор называется bagira 30 на 40 сантиметров вот такая классная багира я сначала не могла понять почему вот здесь у нее зеленый цвет а потом когда вот так присмотрелась это блики луны то есть она в лунном свете и действительно черный цвет вот так отсвечивает у меня у сына кошка прям черная черная кошка красивый кот очень красивый черный кот у него аж блестит шерсть и действительно от нее даже блики и вот здесь как раз в свете луны вот такой красивый вот такой красивый леопард я их все называю леопарды они семейства леопардовых мы сейчас трансляции думали кто это конечно же это черная пантера вид пантер семейства леопардовые скорее всего но не важно в общем багира она есть багира из знаменитого произведения маугли но очень красиво очень красиво вот такой у меня есть леопард пятнистый еще я вышиваю снежного барса в общем что-то в этом году меня на леопардов пробило очень нравится мне кошки и семейства кошачьих леопарды да вот эту рысь я правда не покупала как-то на меня не очень зацепила очень понравился мне вот этот павлин я кстати подумала что он вышивается нитками анкор потому что здесь вот внизу написано 14 каун 22 цвета но эта информация относится к данному набору а я так сразу посмотрела думаю ого вышивается нитками анкор нет вот этот павлин вышивается шерстью это вот такая панель просто замечательная панель но я шерстью не вышиваю меня на шерсть и аллергия а вот эта информация на русском и на английском языке она относится к данному набору к этой черной пантере канва цвайкард белая 14 каунта нитки мурины анкор 22 цвета на планшетках нитка игла смотрите сколько здесь черного цвета вот несколько несколько мотков а девочки сейчас вышиваю хэллоуин я нисколько не устала от черного цвета мне очень нравится на белой основе вышивать черным цветом черным по черному я бы не стала вышивать мне это сложно но вот черными нитками по белому единственное что я вышиваю сейчас в четыре нити а я не знаю две нити возможно будет светиться возможно я не утверждаю но белая основа не знаю будет ли светиться или нет потому что ниточки анкор достаточно тонкие но я не буду утверждать очень часто реолис в своих схемах используют смешанную технику там может и в трините быть сложение полукрест и крест когда я буду вышивать этот набор тогда я смогу вам точно уже сказать как он вышивается хотя в принципе для вас я могу сейчас открыть и эту информацию озвучить может кому-то это будет интересно вот такие три планшетки и сейчас мы с вами посмотрим схему да посмотрите черные вышиваются в три нити и бленды в три нити собственно все продумано все продумано прекрасная схемка уриолис очень хорошо все продумано вот есть кое-где значки которые вышиваются в две нити но в основном идет вышивка в три то есть сама багира в три тем самым получается 3d эффект супер обалденно я не знаю некоторые девочки говорят не очень нравятся им такие цветные схемы а мне почему-то по этим схемам вышивать удобно вот такие большие цветовые пятна все очень легко вышивается вот смотрите цветы и фон настолько все понятно мне в общем то не тяжело вышивать по схемкам реолис бека здесь мало чуть-чуть подчеркнуты детали я считаю набор просто замечательный следующий набор от фирмы мережка вот такой замечательный набор на 16 каунте вышивается глициния размер 27 на 36 я только недавно увидела наборы и я не знала что это серия сначала я приобрела в другом магазине вот такие розы потом зашла на мир вышивки и увидела там глицинию и там еще есть рябина я не знаю почему мне в этом сезоне нравятся скворечники но они такие классные а больше всего я люблю вышивать цветы очень люблю вышивать цветы вот такая намотка на таких планшетках на самом деле я еще не вышивал на этих планшетках но мне не очень удобно я уже думаю на них вышивать потому что одну ниточку вытаскиваешь а остальные опять назад надо наматывать а вот здесь многие девочки делают дырочки сюда навешивают я тоже хотела это сделать я не понимаю почему производители не делают сами дырочки для того чтобы отрезать пасму и и рядом повесить тогда бы это был идеальный вариант наматывать назад это большая трата времени но многие производители сейчас делают такую намотку она выглядит восхитительно она действительно выглядит очень красиво но я думаю это не очень практично но опять же это не принципиально важно главное чтобы нравился сюжет он комплектуется вот эти вот наборы комплектуются нитками dmc и конвой цвайгард поэтому при такой комплектации шикарные мне не важно на самом деле как намотаны нитки а я все равно буду вышивать надеюсь вам тоже понравились эти сюжеты если понравились не забывайте ставить лайк пишите комментарии подписывайтесь на канал с вами была инесса всего вам доброго пока пока ссылочку для перехода в магазин и промокод я оставляю вам в инфобоксе удачных вам покупок